Первый грузовой самолет «Белуга-ХЛ» подготовили к полетам. Европейский авиастроитель «Эрбуз» выкатил из покрасочного цеха первый грузовой самолет «Белуга-ХЛ» увеличенной в вместимости. Воздушное судно, получившее отличительную ливрею улыбающегося кита, введут в эксплуатацию в 2019 году для выполнения рейсов в рамках логистической цепочки производителя. Сначала ВС пройдет наземные испытания, а летом этого года машины совершат первый тестовый полет, сообщили в компании. «Белуга-ХЛ» производится на основе широкофюзеляжного «Эрбуза-330-200» с сохранением максимально возможного количества существующих компонентов и оборудования. Сборку первой такой машины начали в декабре 2015 год. За изготовление некоторых секций фюзеляжа ответственно компания «Эрного». А в январе 2018 год была завершена сборка планера в Тулузе, Франция. Тогда же на этот завод был доставлен второй самолет «Эрбуза-330» для дальнейшего его переоборудования в «Белуга-ХЛ». В качестве силовых установок для грузовых ВС выбранный двигатель «Роллс Ройчет Рен-700». «Эрбуз» анонсировал новое поколение «Белуга» в 2014 году в связи с увеличением производства узкофюзеляжных самолетов семейства А-320 и широкофюзеляжных А-350, для чего потребовались более современные и эффективные грузовые ВС. Воздушные суда будут использоваться для транспортировки деталей самолетов между производственными центрами «Эрбуз» в Европе и клинем окончательной сборки во Франции, Тулуза, Германии, Гамбург, Испании, Севиле. Программа включает производство пяти транспортников «Белуга-ХЛ», которые к 2025 году заменят пять эксплуатируемых в настоящее время самолетов А-300-600 СТ «Белуга», созданных на базе широкофюзеляжного самолета А-300, который больше не производится. В компании считают, что заменив пять прежних ВС «Белуга» на такое же число «Белуга-ХЛ», она увеличит провозные емкости на 30%. «Белуга-ХЛ» длиннее, шире и обладает грузоподъемностью на 6Т больше своего предшественника. В результате, например, ЭТВС сможет перевозить две консоли крыла для широкофюзеляжных А-350 ХВБ, тогда как сегодняшняя «Белуга» вмещает только одну консоль. Сначала ВС пройдет наземные испытания, а летом этого года машина совершит первый тестовый полет. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. И не забывайте подписываться на наш канал.